Уверенность – необходимый элемент хоризматического влияния. Неуверенность – непривлекательно. Но все мы в какие-то моменты чувствовали неуверенность в общении с другими людьми, в тех или иных социальных ситуациях. Это то самое чувство, когда вы стесняетесь познакомиться с понравившимся вам человеком, боитесь выступить публично или беспокоитесь о том, что можете показаться глупыми. Уверенность – это часть нашей внутренней силы и качества, присущее лучшей версии нас. А в моменты, когда мы потакаем своим страхом и неуверенности, мы предстаем бледными тенями самих себя. Будучи зажатыми в тиски беспокойства о мнении других людей, мы не разрешаем себе быть теми, кем действительно хотим быть. В своем стремлении развить уверенность и внутреннюю силу я прошел значительный путь. И в этом видео я поделюсь частью своего опыта с вами. Вы поймете, как можно развить уверенность в себе при общении с любыми людьми. Я помню, как в студенческие годы смотрел на себя в зеркало и не видел там того человека, каким я хотел бы быть. Думаю, если бы мне шестилетнему показали того человека, каким я стал на тот момент, он бы сказал что-то вроде «А можно не вырастать?». Неуверенность стала укорененной привычкой на тот момент. На внешнем уровне это язык тела, осанка, взгляд. А на внутреннем это определенный образ мыслей. Я не чувствовал, что могу изменить образ мыслей. Я не понимал, как это сделать. Но внешние изменения казались вполне доступны. Я поставил себе задачей выглядеть уверенно, вне зависимости от того, что я чувствую. Смотреть уверенным твердым взглядом, держать осанку, говорить громким голосом. И с течением времени я обнаружил, что поступая таким образом, мне стало намного проще чувствовать себя уверенным внутри. Если вы хотите стать уверенными, держитесь так, будто бы у вас уже есть уверенность. Голос, взгляд, жесты, осанка – все это не только является внешними проявлениями нашей уверенности, либо неуверенности, но и влияет на то, как мы чувствуем себя внутри. Если вы сгорбитесь, сделаете грустное лицо, тяжело вздохнете, то через какое-то время вы сможете ощутить, что весь груз этого мира на ваших плечах и жизнь не такое уж клевое место. Но стоит выпрямиться, улыбнуться, вдохнуть полной грудью, как внутри появляются нотки радости. Возможно, вы не почувствуете этого сразу, но то, как мы проявляемся во внешний мир, влияет на то, как мы чувствуем себя внутри. 3. Сделайте внешние признаки уверенности своей привычкой. Пытаясь внешне быть уверенным, я, вероятно, выглядел местами неестественно, но я не пытался выглядеть уверенным для других людей. Сейчас я понимаю, что желание впечатлять сыграло бы скорее обратный эффект для моей внутренней уверенности, но тогда для меня важно было выглядеть уверенным в своих собственных глазах. До уверенной версии меня было еще очень далеко, но лед тронулся. Я начал наблюдать за тем, как чувствовал себя в различных ситуациях и обнаружил, что в некоторых мне не так уж и тяжело чувствовать себя уверенным и выглядеть таковым. Но есть и те, где от страха у меня буквально тряслись коленки. Например, публичное выступление. Уверенность может быть ситуационной. Это то, насколько уверенно мы чувствуем себя в конкретной ситуации. И главным образом зависит от опыта в этой ситуации и текущего эмоционального состояния. Если вы давно водите автомобиль, то за рулем вы, скорее всего, чувствуете себя спокойно и расслабленно. Но вспомните, как вы впервые выезжали на дороге города без инструктора. Я помню, как это было у меня. Я напряженно вцепился в руль, крутил постоянно головой по сторонам и чувствовал себя довольно дискомфортно. Лишь спустя некоторое время я освоился, начал включать музыку, аудиокниги. И постепенно это стало абсолютно естественным процессом. Что-то похожее происходит и с социальными ситуациями. И потому так важно получать различный опыт. Если, к примеру, у вас всего лишь несколько выступлений в вашей жизни, то, конечно, вы будете бояться. Конечно, будут трястись коленки. Конечно же, будет очень дискомфортно. Но если количество ваших публичных выступлений перевалило, скажем, за сотню, то совершенно другой уровень опыта, навыка. Нет уже той неизвестности. И все это является опорой вашей уверенности в этой ситуации. Задумавшись о своей уверенности, я довольно быстро понял, что тот опыт, который у меня есть, напрямую с ней связан. И я решил идти в различные социальные ситуации для того, чтобы расширить свои рамки. Также я увидел необходимость развития навыка общения и ораторского искусства. Не буду углубляться в подробности, иначе это видео станет неприлично длинным. Скажу только, что в начале пути, по меньшей мере, несколько раз у меня были мысли бросить все это за все к чертям, после того, сколько глупо я чувствовал себя из-за неудачных попыток стать оратором. Сейчас я понимаю, с учетом тех знаний, которые у меня были в тот момент, это был правильный путь. И вот, что я вам скажу. Запишитесь на ораторские курсы. Актерское мастерство. Просто идите и знакомьтесь с новыми людьми. Так или иначе. Получайте новый опыт. Развивайте коммуникативные навыки. И это будет менять вас. Через какое-то время я почувствовал, что могу стоять на сцене, не с дрожащими коленками, а наслаждаясь этим моментом. Мне больше не нужно было притворяться уверенным. Это стало частью меня. Опыт не только придает нам ситуационную уверенность, но и откладывает отпечаток на то, каким человеком мы являемся на более глубинном уровне. Глубинная уверенность – это чувство себя и своей ценности вне зависимости от ситуации. Своего рода фундамент. И получая новый опыт, мы неизбежно будем сталкиваться с дискомфортом и страхом. Крайне важно взять в себе в привычку идти ему на встречу. По большей части опыт социального взаимодействия в современном мире – это неадекватный страх, за ним нет реальной опасности. И каждый раз, когда мы сталкиваемся с ним, у нас есть выбор. Каким человеком мы будем дальше? Человеком, который будет убегать, либо человеком, который пройдет за него, разрушит этот страх. Этот выбор определяющий. Очень важно взять в себе такую привычку – идти навстречу новому опыту, навстречу страхам. В своей жизни, идя навстречу страху и социальному давлению, я намеренно делал очень глупые с виду вещи. Подходил, знакомился с различными компаниями, и порой выглядел неимоверно глупо, да и чувствовал себя так же. Порой надевал нелепую одежду, пел, танцевал – в местах, где это выглядело максимально странно. Помню, как однажды, с трясущимися от страха коленками, от мысли о том, что намерен сделать, я зашел в ресторан, и там я подсел к двум мужчинам, взял со стола вилку и начал есть их еду. Я делал множество подобных вещей. Я не говорю, что вы должны делать подобное, но попробуйте воспринять те вещи, которых вы боитесь, как вызовы. Прините их, идите им навстречу. Боитесь выступить публично? Боитесь с кем-то познакомиться? Глупо выглядеть на танцполе? Это значит повод это сделать. Поначалу – страх, со временем – интерес, а еще спустя какое-то время – гордость от проделанной над собой работы. Подобный принцип меняет нас на глубоком уровне. Идите навстречу страху. Идя в такой опыт, я, конечно же, сталкивался с осуждением и негативным мнением окружающих. Учился быть к нему невосприимчивым, для того, чтобы вобрести внутреннюю свободу, быть тем человеком, каким я хочу быть, а не каким мне скажут другие. На глубинном уровне наша уверенность определяется мышлением и убеждениями. Формируйте независимость от мнений других людей. Поймите, главный человек в вашей жизни – это вы сами. Не позволяйте другим людям говорить вам, кто вы такой. Действуйте, исходя из своих ценностей и намерений, а не исходя из оценок других людей. Если вы независимы от одобрения, либо хорошего мнения, сами знаете, кто вы, это будет давать вам уверенность. Но если вы беспокоитесь о мнении других людей, это будет дыркой в сосуде с вашей внутренней силой. Жизнь-то коротка. Подумайте, как глупо прожить ее, беспокоясь о мнении других людей. Поймите, ваша ценность определяется не тем, что подумают или скажут другие люди, но только вами самими. Вместо того, чтобы размещать себя на своего рода бирже, я сам стал определять свою цену. Я понял, что чувство моей ценности определяется не тем, что говорят другие люди, но исключительно мной. Осознайте свою ценность. Мы нечто большее, чем то, что у нас есть. Вам не нужна дорогая одежда, либо другой автомобиль, чтобы чувствовать себя уверенно. Если вы осознаете более глубинный уровень, понимаете, кто вы, и за что вы себя цените? Задайтесь этим вопросом. Возьмите лист. За что я ценю себя? Выписывайте все, что придет на ум, потом проанализируйте. Часто мы можем ценить себя за тот опыт, что прошли в прошлом. Если в прошлом у нас были трудные ситуации, с которыми мы справились, без потери здоровья либо близких, мы, скорее всего, будем благодарны судьбе за то, что этот опыт у нас был, потому что это то, что формирует нашу личность. Важно создавать для себя какие-то поводы для гордости, своего рода коллекционировать победы, за которые мы ценим себя. Но это не значит, что нужно постоянно себе что-то доказывать. Важно формировать чувство своей ценности не на внешних опорах, не на том, что у нас есть, но на том, какие принципы мы имеем и каким человеком мы являемся. Осознать свою ценность и перестать кого-то ставить выше себя в свое время это стало для меня крайне важным и ценным инсайтом. Все люди – это просто люди и никто не выше вас, вне зависимости от статуса либо каких-то умений. Подумайте только, если у другого человека больше денег либо есть какой-то крутой навык, это вовсе не означает, что в вашей голове он должен стоять на педестале. Все люди – это просто люди со своими страхами, слабостями, ограничивающими убеждениями. Другой человек может восхищать нас своим мастерством. Что ж, нет ничего плохого, чтобы восхищаться его навыками и учиться у него. Это прекрасно. Но не стоит ставить никого на педестал, на глубинном уровне. Никто не выше вас. Осознав ценность такого опыта, образа мыслей, я день от дня выпалывал в своих мыслях и поступках сорняки, тех убеждений, которые забирали мою внутреннюю силу и уверенность. И садился именно тех, которые предавали мне ее. Медленно, но верно, это начинало приносить свои плоды, и я смог посмотреть на себя и на мир совершенно другими глазами. Уверенность, к сожалению, не формируется прочтением книг либо просмотром видео на Ютубе на эту тему. Это результат ваших действий, формирования правильных убеждений и вашего личностного роста. Привычный образ мыслей формирует определенную модель поведения, а это, в свою очередь, всю вашу жизнь. Никто не может пройти этот путь за вас, как и вы не можете пройти за другого. Может показаться, что путь этот долг и труден, но, сделав первый шаг, вы точно будете ближе к тому человеку, каким действительно хотите быть. И я надеюсь, что те принципы, что затронул в этом видео, помогут вам в пути. Субтитры создавал DimaTorzok